Я очень много слышал от разных людей, что сварка это сложно, сварке нужно учиться. То, что сварка, к примеру, собственного автомобиля это очень дорогое занятие и лучше туда не лезть, потому что можешь делать интересных косяков или проблем. Но у меня нет абсолютного выхода. Моя машина прогнила настолько, что либо ее продавать в том виде, в котором она есть сейчас, и получить за нее какой-нибудь тысячу-полторы долларов и купить такое же говно. Либо заниматься этой сваркой самостоятельно, дабы сэкономить какие-то деньги. И сегодня мы поедем к человеку, который... молодой парень, который абсолютно своими руками научился варить, научился делать это действительно классно. Вчера у него было день рождения. Итак, друзья, нам предстоит путь в 15 километров. Не переключайтесь. «Избанка» сказать вот я покажу вот заводская панелька она пластиковая это пластик вот с этой стороны короче она в один прекрасный момент ну там было это ухо ломано значит она потерял это вот железо сделала это я сделал ты сделал такую такую только железную короче типа под оригинал да ну я с железом больше как бы ну тут вот покраска не подкачала немного ну то все потом перейдет даже такие же оригинальные вообще да ну вот и вешать те в принципе сами эти железные да то есть они в принципе выглядят почти как почти как на заводские да прикольно прикольно а вани есть твой телефон конечно ну все значит мы тогда в описании оставим твой телефон может кому надо там смотр братьев будут обращаться если ты может кому-то поможешь если не против вот сейчас переделываю вилку доделываю косяки но мне это доделка обошлась вот тут у трещина вот нужно стянуть с польши в 400 долларов 400 долларов как сложно иметь а это honda сколько кубов 750 так сказать уже ветераны 85 85 таких уже не есть тут у нас но их мало понятно мотор вот а это это вот я щас надо же техосмотр пройти сейчас взялись за это делом да хочу родные глушители поставишь у пройти техосмотр я понял за ты кушу пор одну сняла это закорила блин не могу содрать дышкой я понял я понял ну спасибо тебе большое успехов удачи спасибо вот спасибо что показал мотоцикл это классная тема но вряд ли я когда-то в жизни на них сяду уж и боюсь но все-таки это круто самолон было так вот по серьезному два раза чуть не снесли бы болеть аж ноги тряслись ну да такое адреналинга получаешь вырезали и полностью вырезали арку и не заварили этот брызговик железный который защита брызговика и то есть все вся слякоть вся чаще она летела в порог и изгнил порог пошли заново жуки по месту сварки то есть мы пришлось защищать заново проваривать полностью здесь шов и защищать на мерсах еще вот у них четко сделано у них для пролива да там могут здесь брызговиках тут же и сливы тут и под домкратники и тут и везде этих много как бы заглушек получается и если какой-то проебал все туда попадает и она потом за зиму пиздец вон тут вообще смотри выгнила короче у меня заглушка здесь больное место ну проебал заглушка получается и все печально потому что они такие не сильно крепкие машины это самое ну как что не это надо когда сразу нормальную покупаешь разбирать я не даже не разбирался и купил на эмоциях и все но самое главное что научусь буду сам делать если научусь и все будет нормально да кстати знакомьтесь этого не воин сколько теле 29 и как ты вообще начал варить научился делать автомобиль пришлось столкнуться я так понимаю что когда сталкиваешься с ремонтом который стоит больших денег нет выхода как самому начать делать просто был жизни такой случай что отдал на 100 машину сделать сделали ну и чуть короче не угробился так я потом после этого решил делать свою машину сам то есть те вещи которые я знаю могу сделать их сделаю ну я в них уверен то есть это сделал я все это есть вопросов понятно и так ты короче ты сам варишь сам шпаклюешь сам все делаешь по машине абсолютно от и до я понял сейчас мы еще выйдем давай давай короче ты решил ты настолько любишь эту машину что решил его как говорится два с половиной года это делать законсервировать и заниматься это привести в порядок ну и знаешь самому приятно допустим есть все нормально и ближайших там лет пять не не думать каждую да не думать ничего ну движок работает достаточно тихо я тебе хочу сказать хорошо работает я уже даже сейчас смотрю это еще еще нету крыльев еще так подожди а покажи что что ты сделал вот машины то есть ремонтные пороги они идут максимум вот до сюда вот до сюда вот то есть режутся старые вот ну и по канту тоже режутся и полностью здесь обрезаются в той части по стойке и обрисовываются потом все это варьем ремонтные пороги сколько стоит 34 доллара пара стоит пороги до оцинкованные сегодня здесь уже и сгиб все есть но опять же для того чтобы машина сохраняла свою пушечное сало которая растапливается она загоняется просто полости полностью за волосе до металл он порист сам и впитывает жир то есть коррозия приостанавливается гниение внутри порога потому что машина то есть короче короче если к примеру мою машину делать то надо сразу эти все дренажные отверстия все затыкнул затыкать те которые не на слив да и загонять туда пушечное сало загонять при температуре она потом разойдется короче сама по себе да приблизительно вот она в системе действия тоже все отверстия то есть дренажные заклеены скотчем вот она проливается то есть металл становится жирным ну да но не попадает туда то же самое вот делается и в салоне жир проливается все как бы то есть суша на это получается надо всю машину разобрать это хранить как разобрать потом собрать или это не самое страшное скажи пожалуйста вот вопрос такой что вот это такое красное вот это на волоский грунт двухкомпонент то есть ну он разводится грунт отвердитель и просто все эти шва сварочные швы которые были сделаны во избежание коррозии там еще что-то она просто промазывается и металл как без грунтовым защищен все то есть ты шлифуешь получается всю ржавь вот эту потом ты и шпаклевку грунтуешь потом грунт зачем 0 можно шпаклевку положить или грунт нужен теоретически шпаклевку ложить на грунт грунт более более при как говорится приклеивает и и да 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 то есть получается что ты шпаклюешь до того состояния и несколько слоев накладываешь да чтобы у тебя было все на одном уровне вот здесь виден слой волосянки это вот слой волосянки идет это заполнение я дыр всяких летих вот потом идет слой алюминиевая шпаклевка для чтобы не уселась шпаклевка все то есть она усаживается получается осаживается по любому то есть шпаклевка все остается риск и тогда это все усаживается и с той стороны уже финишная идет поплевка уже подготовленная грунтовка то есть это вот эта финишная больше финишная вот она белая то есть вообще не чувствуется переходов прикольно так как фрески в этом церкви вот ну и все и короче как потом уже грунтуется для начала проявочный слой обратно все типа перетирается очищается то есть смотрится есть где-то переходы перепады какие-то ну обратно накидываются шпаклевкой и красятся скажи сколько выходит времени на то чтобы вот сделать ну если конкретно уделять время за день можно вывести за день можно вывести это без сварки без сварки ну тут без сварка была до меня уже что-то варил я просто устраняю 50 тут были трещины были трещины были студии жуки то есть ну так все очищалось зачищалось есть фотографии потом покажу и обратно все шпаклевывалось в воде здесь чтобы уже был нормальный вид вот вопрос такой тебе задам который меня очень сильно волнует и людей которые будут смотреть скажи насколько действительности хватает такого ремонта потому что есть такие суждения что вот ты берешь машину варишь примеру один-два года вылазит опять ржавь вот это так все зависит подготовки уже непосредственно допустим если ты готов нормально то непосредственно хватит надолго то есть можно в принципе на пять лет по сути за короче если человек увидел что у него начинает ржаветь арки то можно не расстраиваться новую машину покупать или лучше купить можно сделать есть же сейчас и цинкари скажи а сколько стоит вот но если человеку к примеру обратиться в ну и на 100 понятно это будет стоить например сколько будет стоит ремонт одного элемента полностью с поклёвкой проваркой и конечная покраска я думаю грубо говоря переварить арку сделать ее достойно то есть прогрунтовать изнутри заводить прогрунтовать швы то есть зачистить свою красивую сделать баксов 50 51 элемент при том нужно учитывать что если делаешь это сам это надо куча сварочник это надо куча различных там вот эти шпаклевок сварочный аппарат если сварочный палат аппарат это полуавтомат проволока 08 баллон баллон шланги маски маска сварочные руки всякие диски шлифовальные короче и куча 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 всякой штуки короче и гараж самое главное надо где-то должен делать блин это конечно надо это надо иметь опыт просто ну надо же его как-то получать была заинтересованность то есть сделать как для себя то есть ну чтобы и ты понимаешь во сколько тебе обошелся лично 30 долларов грубо говоря пороги время силы и усилия 300 400 ты вложил для того чтобы убрать все проблемные места в своем автомобиле опять же я говорю о том что здесь была проблема от старого хозяина ну что старый хозяин по подвеске вообще как бы не заморачивался ездил пока лошадь не загнется сгнили стаканы то есть стаканы были ремонтировались полностью ну то есть как бы косяки еще остались просто уже амортизатор пробил дно просто были страшные дыры и как бы уже как бы поменять подвеску было затруднено даже ну пришлось сделать зато результат того стоит да ты шумкой получается еще обклеил да 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 ты скажи пожалуйста а сколько но сложно ли обклеить это надо же с феном специальными для набора сама все на все на тут вот она как бы клеится она бумагу с этой стороны она просто вырезаешь бумагу снимаешь для лучшего эффекта чуть пройти феном чтобы она как бы обрела свои места первые чувствуется то что ну как бы меньше дорогу слышно особенно на машинах которые не заморачивались под но опять же здесь идет шуба шуба которая закрывает это все а это ковер я думал зачем он лежит это шуба и наверх ложится ковер уже сам ну соответственно да будет тише но говорят когда ты полностью делаешь изоляцию всего салона то ты начинаешь слышать лобовое стекло стекло да понял я понял а сколько такой лист но или листу квадрат в районе в районе 100000 он идет очень большой это может полтора на полтора или ну круче его хватает вот полностью на весь отсек ну из расчета я не помню там размеры своих этих вот два я взял три листа мне три листа хватило назад наперёд а середину консоль вот это будешь тоже проклеивать я думаю что не стоит я понял я понял прикольно ну что давай тогда ты сегодня пообещал у меня показать что такое сварочный аппарат да ты расскажешь что такое сварочный аппарат и покажешь сваркой возможно я сегодня может попробую потому что я действительно мне куча людей говорят что это очень сложно это очень надо много учиться и это лучше даже в это не лезть вот я хотел бы просто посмотрите проверить что надо чтобы сварить две железяки примерно вот сварочный аппарат инвертор ему надо 220 220 220 это минус соответственно держатель идет плюс то есть тут же стоит пухта с проволокой то есть 08 то есть она подается автоматически она подается при нажатии кнопки и происходит сжигание другие искра и все то есть ты вешаешь получается минус на ту деталь деле на изделие который плюсом по изделию ага и за счет вот этого создается сам ток подается возбуждать дуга и прикольно сколько такой стоит ну к примеру покупать новый в районе где-то 250 300 можно и буш на найти но может ли кто-то продает или продают и опять же вот есть маска это это маска хамильон при зажигании дуги срабатывает элемент этот и она затемняется можно глаза не закрывать то есть ты ну да ты в маске по-любому глаза не закрываешь то есть через это стекло смотришь на а саму деталь то есть она получается как только как бы она понимает что свет очень сильная она сама можно затем попробовать над солнцем сейчас где уровень затемнения допустим на 12 и вот она затемняется сама по себе вот видно солнце если убрать куда-нибудь а по низу она будет ли светлая его на тут баз работают переключение сон я на этом нас прикольно 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 есть более это маска работника же на обычная такая темная здесь это фильтр для фильтра защитное стекло это фильтр идет троечка для полуавтомата это вполне нормально как бы ну и тоже то есть подходишь смотришь ну и результат тот же то есть она просто черная тут просто может не так видно но поверьте она черная становится то есть и должно быть видно все понял что да такая такой хамильон стоит сколько 50-60 долларов 50-60 долларов пиздец у меня уже создается ощущение что можно не браться в лице это самому столько надо иметь баллон в среднем где-то около 50 долларов это он заправляется многоразовый здесь идет аттестация то есть они проходят в аттестацию аттестованный баллон допустим поменять стоит 90 тысяч есть специализированные места у нас там ельницы где-то еще где их менять просто привозишь и они тебе приносят новая аттестация да редуктор с двумя манометрами то есть это рабочее давление и давление в баллоне но это стоит кислородный ну как бы разницы нету никакой то есть есть кислотный он будет черный а это кислородный слушая а вот я уже смотрю что очень много всяких ништяков ты квартиру продал чтобы купить все так ну так со временем не по сильным трудом я понял я понял понял а это у компрессор стоит да 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 для камни продувки всякие там я понял многоцелевой хорошо ну что давай тогда посмотрим что мы будем делать вот так вот выглядит машина так ты включил получается открываем баллон вот эта вот штука она регулирует давление подающие сам шланг который вальшит ну как бы обычно дают ну в производстве дают 5 газа нормально в гараже можно немножко поменьше пользуешься токи достаточно чтобы сварить все что угодно или нет тут же регулировки есть добавить пошел газ вы выдвигается такая да это проволока вот дальше берем берем наш минус берем допустим вот наше изделие массу мы крепим на самой изделие желательно искры они горячие слушая мне наверно тоже надо а ты будешь мне можно глаза не закрывать до для стрёмно и пути нужно все ну сейчас в идеале будем пробовать проверяем на наличие массы стиле немножко ржавы есть ну берем деталь которую хотим приварить придерживаем тем же методом варим у нас появилась точка сварки подожди получается что сама проволока она переваривает да 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 проволока плавится и получается сваркой сварки все как бы прихватка есть ну а как бы полка 08 слабое в принципе уже деталь держится дымится так это знаешь кол который можно год ника какого отбиться это прикольно так слушая так это оказывается ну не так то и сложно если ты ну берешь просто свариваешь как и обыкновенная пайкой но то есть почти головом и так далее но на машине наверно это сложновато дело да машина металл чуть-чуть тоньше бывают прожорки ага то есть можешь повезти металл короче да да повезти металл ну как бы варится в основном вот такими вот точками с точками потом они становятся чаще 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 и в итоге сплошные сплошные шоколадные сейчас я покажу сейчас опять же спляем массу без масла никуда вот и варим стоп вау прикольно 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 да 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 тема тема слушай давай давай потому что потому что ну так классно когда ты нажимаешь получается у меня сразу все затемняется я вижу только зеленые получается огонечек и это очень удобно значит я сначала попробую сделать просто как бы . да да сейчас подожди мы поближе подойдем посмотрим на точки но не нормально . принципе нормально для ученика как бы который не закончил специальные учебные заведения да так и теперь моя задача вот эту попробовать вот эту железяку приварить к этой железе так точку соединение получилось еще одну почти надо было чуть-чуть побольше подержать давай еще а теперь скажи пожалуйста по вот этим точкам которые я сделал можно дальше проходить как бы наверх или нет можно можно сплошной попробовать можно сплошной попробовать но опять же слушай ты чтоб у тебя получился более заполненный шов надо чуть-чуть медленнее вести я просто так хорошо давай попробуй попробуй ну это да это изъяны сварки слушай ну для колхозника нормально это хочу сказать почему сразу для колхозника самое главное что оно будет держаться оно не будет так красиво как это делают будет держаться да самое главное что его держаться дай-ка попробую еще слушай у нас так трубы варили короче председатели на даче за бутылку я вот этот шов всегда узнаю из тысячи я тебе хочу сказать вот эта штука держится слушай она дымится и держится ну да обалденно блин ребята вот мои первые ощущения я так хотел научиться когда я увидел дыряву мэрс я так хотел научиться сварки понять что такое и когда я пришел ваня уделил время в свой единственный выходной после дня рождения по его как это сложно он пришел ради меня приехал можно сказать за город ну то есть за кольцевую ради меня для того чтобы рассказать показать уделить мне и потратить свое время это честно говоря очень приятно это очень приятно и теперь я понимаю что если такая ситуация произойдет что у меня отвалится подрамник или там не знаю мне вот захочется закрыться в гараже на три месяца и заниматься сваркой делать свой автомобиль перевести его как бы в нормальную я это смогу сделать ну конечно при наличии вот этой аппаратуры вот пока я знаю с чего надо начать и что надо делать есть такой случай что вот человек занимался распилами там деревообрабатывающих изделий и просто ему подарили сварочный аппарат он закрылся там на день в гараже попробовал что-то такое и ему настолько понравилось что он просто перестал распиливать дерево он стал вводить короче он переварил свою машину он переварил там машину друзьям то есть ему этот процесс понравился действительно интересно сварщиком короче действительно интересно поэтому ребята для меня это кого-то я уже говорил как будто вот летать на бельтоплане или прыгать с парашюта я не понимаю что я не понимаю как это делать и вот когда первый раз только ты пробуешь это прикасаешься к этому это ну вызывает кучу эмоций кучу удовольствия сравнимо с первой поездкой вашей на автомобиле когда вы сели и тронулись поехали можно даже сказать с приобретением первого тени автомобиля автомобиля да так что ребята это очень круто попробуйте и в этом принципе нет ничего сложного скажи а вот эти швы потом надо как-то обрабатывать их ну можно их почистить чтобы они были более гладкими прогрунтровать в целях коррозии размножения металла что-то из того понятно прикольно прикольно то есть если к примеру у меня уже будет 55-60 я смогу устроиться сторожем какой-нибудь дачный садовый участок и ходить людям за бутылку варить трубу правильно первого заготовка которые мы сварили вот эту часть варил ваня вот эту часть варил я вот все держится реально круто если вы знаете куда можно применить данное изделие пишите пожалуйста в комментариях все держится и так ребята а если вас будет будет интересовать вопросы кристающие со сварки вы можете вы сможете обратиться к ивану его и павлу до или павлу их контакты ссылки в контакте и телефоны будут в описании к этому ролику поэтому друзья ставьте лайки если вам понравилось подписывайтесь и нас ждет еще очень много чего интересного спасибо большое успехов удачи до новых встреч пока в каких условиях ты работал и как у тебя ну совмещал с работой свой долгострой ну я как бы в основное время работаю а как бы свободно приходил и как бы занимался ремонтом своей машины вот ну опять же то есть когда есть какой-то интерес и стремление к чему-то то оно идет как бы настолько все быстро и лучше и лучше да ну и бывают такие вот моменты знаете художников да когда вот сидишь дома да там нечем нечем заняться еще чего-то и когда приходит вдохновение идешь это делаешь у тебя получается и эмоции и удовольствие удовольствие да и то есть ты продолжаешь продолжаешь и короче ну все получается и такой класс 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 и все как бы ну в процессе это все продвижать продвигается ну и результат радует как бы все классно вот ну страну одну я как бы сделал за полтора два месяца вроде бы то крыло которое это показывал до свободное зимой свободное от работы время да там нищий чуть-чуть порог что еще поданкратники усилитель нижний кант это все вот полтора два с половиной месяца это так и притом у тебя не отапливаемый гараж да не отапливаемый да то есть там был какой-то такой вот на уме куплен обогреватель который тентовый с вентилятором то есть как-то там более-менее грелся все ну как бы стимул был то есть двигаться вперед чем это учиться развиваться то есть ну как бы хотелось короче для пацана чтобы но по-простому он не спился до завести машину купить именно такую в которой реально хочется вот работать заниматься ей конечно вот ну а потом же знаешь результат не заставить результат потом будет радовать я думаю просто ты мобилен ты выехал куда-то ты там туда 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 свободен сейчас ты передвигаешься на транспорте да да сейчас транспорте я уже жду не дожду когда уже пусть у меня откраска когда уже будет полностью готова машины я выехал просто машина будет в идеале единственная ванька конечно надо понимать что когда ты делаешь машину такую она в принципе дороже дороже не станет да и то есть ну как бы свои усилия они не правда это только если для себя вот и точно понял что машина будет у тебя вот точно ездить как бы да да то есть ну я буду на ней ездить я получать удовольствие в этом уверен да может появится какой-то там следующий проект может бэха семерка может 34 кузов что-нибудь такой будет зачем хотя бы эти материалы подводить за это время ремонта то есть ну то есть все пошло с минимальными материалами то есть металл это старые капоты ты находил короче капоты резал их а если я пойду то есть ну после аварии там ты у меня свой какой-то старый капот все это врезаться то есть есть и как бы нормально ты короче попал в аварию ну было дело как-то ехали ехали и не что-то ну там в момент переключения музыки зазевался чуть и врезался volkswagen caddy скорость там была вообще минимальная может 45 километров в час ну из-за того что машина была низкая но кэдди повыше и у него идет бампер с усилением то есть я как бы на тормоз нажимаю она присаживается и бьет ему прямо короче задний бампер вот но у меня страдает сразу радиатор крылья фары гнет капот то есть ну все это то есть из-под машины из под капора то идет пар все я думаю на твои ощущения в этот момент ощущение были стрёмны нафиг я попал жизнь поменялась меня попал на бабки попал на машину чуваку этому не упал на свою машину на бабки вот то есть там грубо говоря пол ночи в интернете нахожу телевизор то есть еду покупаю при мне вырезает его пытаюсь тоже как-то сделать ну за сутки грубо говоря я разобрал всю морду снял радиатор полностью вентилятор вот это вот все поснимал высверлил старый телевизор и по местам сварки старый новый телевизор собираем прекрасно все работает все срабатывает вообще класс пиздец братуха вот это да крылья то есть ну все нормально ну то есть это жесть я просто понял что если ты телочка лучше в такие делюги или точно вот опять же вот эту часть от сель до сель она полностью вырезалась и и не был то есть вот это все было загнуто все было деформировано то есть ну это все с другой машины видно места контакта сварки тоже тут один нюанс то что вот эти фары они полностью идут полностью идут на одной консоли всей то есть если где-то какое-то происходит удары в это место разлетается полностью все и по отдельности два элемента купить нельзя то есть это идет элемент один цель вот и короче вкручивается все видно даже что это сделал это короче за к вечеру вечер с 8 утра и 12 вечера у меня уже полностью все радиатора донорский этот вот с той машины в которой с которой я взял то есть ну все как бы нормально достаточно прикольно короче двигатель еще поездят конечно я понял я понял взяты все как 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 завода короче стаканы все целые все короче все как надо ты мне говорил что вот этот уебищный да да а вот это вот это средний такой бюджетный вариант который которым просто ну такие какие-нибудь незначительные вот как проемы где-то под арками арки покрасить то есть пистолет себя оправдывает то есть он такой и выглядит так красивенько даже даже регулировка факела да ты говорил ну то есть подача 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 основного воздуха то есть тут подача материала и там типа вот как и глаз ты то есть ну регулируешь сам факел меньше больше красил сам лиц его полностью ну как бы сначала он прав защищал 320 два раза грунтовал перемывал восьмисоткой тысячные то есть водой сидишь перетираешь на чтоб она была как и зеркало гладко вот все потом обезжирил все ну то есть косяк был в том что допустим видишь я забыл снять эти магнитные груза 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 снять они были не балансированы вот ну итоге получил тогда получается скидывал резину или этой наверх ну а по сути по по простому надо скидывать резину и их полностью но хотя бы лицевую часть цену внутрянка не обязательно как бы до лицевую часть поехал взял металлическую краску то есть опять же косяк то что допустим покраска производится на трех барах даже на двух барах красный вот здесь было 6 баров и получилась такая шагринь шагринь это тоже какая-то тема прикольная типа как апельсин такой получился ну допустим а надо было бы вообще было бы вообще зеркало короче пацаны обыкновенные просто баллончиком мазут наверх а если по 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 совести делать надо делать это двухкомпонентный лак на оловский и литровая банка краски которая стоит там то есть ну как бы с баллончика то есть малое давление мало там много много растворителя то есть это не долго будет то есть два-три сезона поездил как бы ты ушатал и все это вклад надо будет обратно красить это всплывает окисление жуки отзывы то есть ну тогда